привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очередной выпуск как я вам обещал у нас небольшой переход с французской полинезии во французскую полинезию мы выходим снуку хива это маркезы и идем на архипелаг туамоту это уже атолы впереди нас ждет 500 миль по прогнозу погоды погода у нас красненькая но это красненькая хорошая красненькая как раз нам то что надо в общем мы сейчас собираемся выдвигаемся у нас у такой ветерок сильный так еду туда вперед и выезжаем у нас спереди катамаран мы сейчас его объезжаем пускаем его пасторборд и и поехали на выход в открытое море там открываем паруса дина там занимается сейчас тем что она привязывает якорь и там убирает все превентеры все веревки собирает в общем чтобы мы были подготовлены к этому переходу а вот наш выход слева скала справа стола и между ними мы туда выходим поворачиваем чуть чуть-чуть проявляем и поехали и и и и и и и и всем доброго у нас очередные раздачи радостей были в общем только что было там ветер до 29 29 там и 7 мы видели это потому что вот первая куча идет которая поливает и вот там с радугой сейчас и это под кучей надувала но и так как всю ночь до 15 до 25 до 11 до 27 до 21 короче и волны выше ниже нужно было постоянно подстраивать курс даже не получилось нормально поспать и у нас разлетелось лебедка так что дальше будем импровизировать хоть нам и осталось там 430 милики но все равно 430 миль лебедка надо но если что будем как бы с одной перекидывать на другую и смотреть что с этим можно делать что у нас очередное утро до цели 353 мили если у нас были большие волны часа не стали ну такие чуть-чуть по приемлеме но тем не менее нервы они немножечко еще портят потому что разбиваются аборт залетают и приходится и вне промах и спать и все вот типичная одежда на утро хотя вроде уже такая погодка когда можно было бы это все и не носить но прохладно и мы идем нельзя сказать что быстро то есть мы оставили только один сейчас head sail и у нас скорость средняя там чуть чуть больше пяти но чтобы не нагружать риг чиниться моего будем уже на таити а пока ну идем вот как идем медленно и верен ветра 20 узлов то есть море немножечко для этого ветра жестковатая хотелось бы волны немного поменьше но все таки не надо забывать что сейчас утро еще смешивается холодный теплый воздух поэтому какое-то время еще будет дуть потом ветер подугаснет и сейчас мы встретили вот рядом с нами идет лодка парусник не знаю наверное не будет видно на камере далековато где-то метров пятьсот но думаю сейчас его уже должно быть видно но вот какой шанс того что посреди океана мы будем расходиться с парусной лодкой ну вообще не понимаю вот он сейчас у нас пытается пройти по носу все это конечно прикольно но я хочу свой утренний кофе великолепно почему-то сегодня с утра опять такие волны стали большие я уже думал что будет стихать не опять подросли зараза вот это начало великолепного яхтиного дня чем люди еще занимаются под кофе хоба почта утренние паблики всякие что там в сообщениях по написали такое вот все всем доброе утро у нас очередной день вот увидите за спиной меня солнышко у нас восход и так что произошло за ночь вчера днем раздуло просто жопа и где-то первую половину ночи было соответственно то есть даже не столько ветер ветер как бы фигня но волны которые трепали заваливали лодку сверху но это просто оно просто тяжело потому что весь сидишь мокрый сейчас у нас утро и согласно прогноза погоды ветер у нас упал сейчас 14 узлов волны уже не такие большие уже все стабилизируется вечеру еще пропадет и из два прогноза по одному пропадет совсем так что придется моторить по второму нет и вот посмотрим какой из них сбудется потому что пока не сбывается не тот не тот а что-то вот средний поэтому даже если будет медленно дуть мы можем всегда повернуть об винт увеличить свой аппарент и пойти не туда совсем куда нам нужно но в принципе нас это устроить и что у нас будет рыбный ужин сегодня что-то небольшое как и заказывалась нет о второй день суши будем есть тунчик класс я как раз хотела нибудь полотенчиком но нет я хочу суши я не наелась о какой прекрасный это тоже этот полосатый но как тебе нравится великолепный как раз такой как я хотела этот тунец великолепного размера как раз на суши и и и и и и и У нас суши на закате из свежепойманного тунца. Да, как заказывали. Как красиво. Маленький, аккуратный тунец. Да, тут один прилетел прямо в васаби. Ну что, всем утро доброе. Это у нас сейчас очередной день. Это четвертый день вроде как нашего путешествия. Давайте я вам немножечко расскажу про ту акваторию, куда мы идем. Это большая серия атоллов, которые разнесены на очень большом расстоянии друг от друга. Где-то около 600 миль в длину расположены атоллы. И, собственно, на них мы и идем. Вы видите, как я сейчас тепло одет. Это на самом деле не просто так. Мы же находимся в южном полушарии, а здесь сейчас идет зима. И мы спускаемся ниже и ниже. Сейчас у нас 15 градусов. А 15 градусов, если мы берем по понятным градусам, по понятным территориям, это где-то немного выше, чем, скажем, Тенерифа. Это, наверное, где-то, где Марокко. И здесь уже, скажем, где-то в ноябре-декабре не будет тепло. То есть будет все-таки прохладно. Вот где-то так, как мы одеты. Вот мы уже близко-близко к атоллу. Смотрите. Вот атолл, вот мы. До атолла 5 миль. А теперь давайте попробуем увидеть. Потому что все атоллы – это очень низкие острова. И все, что может на них выделяться от линии воды – это только пальмы. И вот если вы хорошенечко присмотритесь, то увидите такую серую полосочку на воде. Это есть атолл, и это деревья, которые на нем растут. И это самая большая высота атолла. Но мы пройдем вот туда по прямой, еще где-то миль 20. И я вам покажу на вход в атолл. Скорее всего, мы на нем не будем останавливаться, а просто пройдем на подветренной стороне, уберем волны, и у нас будет ветер. Но без волн. И нас будет впереди ждать еще 100 миль. И мы идем на Фокараву. Да, тут, как обычно, решила водой залить зачем-то. Это остров, в котором это все висит. И вот это идет на нас. Поэтому, я думаю, на сухую переждать сильно не получится легко. Но ничего, мы сейчас идем между двумя островами. Скорость нормальная, дует нормально. В общем, сейчас главное пройти между этих островов. И это почти наш курс. То есть мы вот так проходим, чуть-чуть поворачиваем направо, и все, и легли. Уже так повелось исторически, что я вам показываю восходы, потому что на восходах моя вахта. У нас осталось 11 морских миль до Атолова Фокаравы. Очень важный момент, как я вам и говорил. Там на входе очень сложные течения. И нужно сделать так, чтобы мы зашли вовремя. И вот мы сейчас идем под мотором, потому что ветра вообще нет. То есть 5,9 ВС при нашей скорости 4. Поэтому мы сейчас рассчитали так, чтобы плюс-минус подойти к Слайк Тайду на этом Атоле. И заходить, ну, плюс-минус сразу, как только мы зайдем. И не ждать очень много по времени. Мы идем. Здесь на выходе стоят люди, судя по всему, ждут выхода. Итак, внимание, что у нас тут такое. 16 на 5. Очень похоже. Наверное, там же тоже лодка и стоит. В общем, мы сюда как раз идем. Не успел договорить про то, как заходить. У нас гости. Мы вытаскиваем этих гостей. Ого. Большое что-то вкусное. Что-то вкусное. Блин. Малочки, опять этот монстр. Чуть поменьше, чем тот, но это тот же. Да. Аккуратно, что такое крыще будет. Разделаем так, чтобы не было. Красивый? Это опять скипджек. Рыба-победитель. Рыба-победитель. Утро начинается с тунца. Я его бросил в воду для того, чтобы с него стеклокротить. Я ему отрезал башки и споролзил и бросил туда. Нет, акулы не придут. Получилось. Вот кастрюлька у нас с тунца. Так что будут и стейки, и котлеты. Все будет вкусное. Так. Посмотрите, какое ровненькое у нас море. Просто даже лодка не качается. Нам нужно вот уже с левой стороны атолл. Это Факарава. И вот там вот в конце видно заход идет с левой стороны. И дальше с правой. Ширина захода 0,7 мили. Поэтому я думаю, что здесь можно будет зайти вообще спокойно, легко. Народ, 0,7 мили это полтора километра шириной. Поэтому я надеюсь, что не будет такой прямо жопы с тайдами на заходе. Мы уже, кстати, переключились на Доместик интернет. То есть мы, когда в офшоре, мы пользуемся Priority Data. Включается по 2 доллара за гигабайт. А вблизи островов переключаемся на наш обычный пакет. 200 долларов в месяц стоит. И безлимитный интернет теперь у нас можно пользоваться, как обычно. И, собственно, теперь он не выключается. Ну, у нас случился очередной перевод времени. Сейчас у нас GMT минус 10. И если мы приходили к тайду на... Короче, у нас из-за этого часа разницы. На час сместился время захода. Мы будем на час больше ждать. Но мы посмотрим. Сейчас как бы все спокойно. Нету волны. А это является основной для захода. Потому что, повторяю, заход очень сложный на Атолы. Так, вот мы подъезжаем. Вот Атол. А вот здесь вот стоят, ждут на вход. Что у нас здесь? Quantum, Lola и CL Rose. Короче, это все стоят здесь, ждут. И ждут, когда течения станет меньше. Когда станет Slack Tide или Slack Water. И тогда пойдут через проход. Смотрите, первые уже пошли через проход. А нам еще 5 миль. Нам еще час туда пилить. Ай-яй-яй! Вот этот наш Атольчик. И вот мы идем. И прямо-прямо перед нами этот вход. Там дальше. Это другая часть острова. И остров длиной 30 миль. Шириной 6 или 7. Еще очень удивительно, когда заходишь на любые острова, на любые атоллы. Неважно, куда угодно, где есть земля. Вот сейчас есть запах, что-то горит. А в море запахов нет. То есть, воздух, он относительно стерильный. Без каких-либо примесей, без ничего. То есть, и после того, как ты приезжаешь, после долгого перехода, когда ты не чувствовал запахи. Вот эти запахи, которые идут от земли, прямо выносят мозг. Потому что они очень-очень сильные. Потому что после такого детокса информационного по запахам, появляется такой мощный-мощный всплеск эмоций. Короче, очень круто. Вот сейчас заход. Видите, лодка выходит. Это как раз они выходят через этот пассаж. Сейчас пассаж абсолютно спокойный. Течение может есть, но мы его не видим. Это все связано с тем, что мы правильно подобрали время и правильно подобрали период. А если бы подобрали его неправильно, здесь была бы сейчас полная мясорубка. Ну, может быть, мы вам когда-нибудь покажем, как через эти пассажи на отливах, на приливах уходит вода. Но мы все делаем правильно, поэтому у нас такого прямо какого-то жестяка быть не должно. Ну, может, разве что приедем показать специально на Тузике. А так будем выходить в нормальные условия. Старбор, Старбор? Да, будем проходить Старбор, Старбор. Старбор, 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 Старбор. 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 А этот тоже что-то тут. Да, да. Кто-то может чуть-чуть наверх. Старбор. Вот идем, заходим уже. Глубина появилась. 17,9. Заходим внутрь этого. Ю-ху! Ю-ху! Вот он вход. Проходим потом туда прямо, поворачиваем налево. Очень радостно. Это у нас спортсайд. А это Старборд. То есть мы сейчас находимся как раз на входе. Я очень довольна. Очень радостно. Мы почти зашли. Очень нам повезло с таймингом. Мы офигенно все рассчитали. Шли почти все время под парусами. Немножко пришлось попердеть под мотором. Но зато у нас тайминг идеальный. Нам не пришлось ни ждать, ни с чем там сражаться. Мы просто идем своим ходом. И вот уже заходим. И вот уже почти зашли. И здесь абсолютно плоская вода. Там куча дайв-спотов. Вот прямо тут с акулами, где люди приплывают. Акул смотрят. Я очень хочется. Тут говорят сотни акул. Просто за раз приплываешь в правильное время, которое сейчас на слэктайд. Это называется, когда не сильный тайминг, именно самый низкий или самый верхний. Там плюс полчаса, плюс час туда и обратно. И тут очень много лодок на выходе стоит. Мы тут тоже будем стоять. Но сначала мы идем в основное место стоянки, где вся инфраструктура есть. Короче, уже очень не терпится скорее плавничками махать, плавать, нырять, загорать, смотреть рыб. Тут много-много кораллов. Многокоралловые они называются бомми. Это такие шапки из кораллов, такие подводные, круглые. Если посмотреть по карте, их тут прямо тьма. Но есть, они везде прописаны, практически все из них. И мы будем ходить и внутри этого атолла. И у меня уже планы грандиозные. И на пляже, и на дайвинг, и на снорклинг. Но все, вот это вот. Ах! 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 Ну что, мы готовы? Дина уже стоит спереди, ждет якоринга. Но мы сейчас вот сюда пройдем вдоль и посмотрим, где можно встать. Может быть, вот туда. Короче, еще предстоит у нас небольшая задача найти, где тут хороший якорин койт. До второй метки. Дальше. Тузик. А тут и не пустые. Да, там все пустые. Ну что, вот мы и приехали на Туамоту, остров Факарава. Ты довольна? Фух, не то слово. Довольнее даже, наверное, чем когда мы пришли на Нокухиво. Потому что здесь есть пляжи такие, как мне больше всего нравятся. Ну и в принципе здесь хорошо, и ровненько, и вода красивая, не качает. Да, и здесь ровно, и самое приятное, что нам отсюда никуда не надо. То есть, если с Нокухиво мы, как только пришли, поняли, что долго не постоим, потому что очень сильно качает. Здесь не качает вообще, здесь вода супер ровная, и пляжи огромные. Я думаю, что мы сейчас и СЮПИ накачаем, и Тузик, и маски, трубки, и все вот это приготовим. И будем только чередовать. Ну все, друзья, мы в стояночном режиме. Тузик у нас спущен на воду. Он у нас сзади плавает на длинной веревке. Осталось там небольшие всякие радости типа СЮП-шек. Понадувать он у нас уже даже есть насос для того, чтобы надувать СЮПИ. Все, уже даже, смотрите, подо мной мытый с перехода чистый пол. Мы наварили, пока шли, полный бак воды. Короче, мы стоим уже в состоянии отдыха. А дальше будем вам рассказывать про вот этот великолепный атолл Туамоту и Лифа-Карава, который, собственно, данный атолл называется. Ну что, готовы? Не забываем подписываться. Ставим колокольчик, лайк, коммент, share. Это обязательно развивает канал. Ну и мне мотивирует, собственно, дальше снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok